Девушки отдыхают По всему пролетал огромный, размером с планету, космический корабль, внутри которого находились десятки миллионов инопланетных колонистов. По каким причинам он потерпел катастрофу, не ясно. Однако именно в результате этой аварии у планеты Земля появился спутник – Луна. Во время аварии большинство инопланетян погибает. Выживают только те, кто находился на тот момент в состоянии глубокого анабиоза. Но разбудить их, понятное дело, уже некому. И, наверное, они так и спали бы вечно. Много тысяч лет спустя, в 1917 году, выстрел с крейсера «Аврора» возвестил о начале Великой Октябрьской революции. Пьяные матросы не попали по Зимнему дворцу. На самом же деле снаряд «Авроры» попадает прямиком в Луну, где приводит в действие отказавшие тысячелетия назад механизмы и пробуждает остатки мирно дремавших инопланетян. Через некоторое время, окончательно проснувшись и оценив всю безвыходность своего положения, инопланетяне решают, что единственная для них возможность выжить – завоевать Землю. И они начинают готовиться к вторжению. При изучении планеты в телескопы, они случайно обнаруживают в центре одного из крупнейших материков Земли, в крошечной богом забытой деревеньке Гадюкина, надпись, нацарапанную гвоздем на указателе. Гадюкина – путь Земли. Естественно, что захват Земли инопланетяне решают начать с важнейшего стратегического центра землян, а именно деревни со странным и таинственным зимовым названием Гадюкина. А тем временем в России уже полным ходом идет гражданская война. Через поселок Гадюкина проходит линия фронта. Река Урал делит поселок на две части. В одной части кое-как обустроила свой быт доблестная Красная Армия во главе с Чапаевым. В другой с комфортом расположились недобитые белогвардийские генералы с остатками своих трусливых войск. И те, и другие уже основательно устали воевать, поэтому, судя по всему, осели в Гадюкина надолго. Силы примерно равны, так что ситуация сама по себе изменилась бы очень нескоро. Если бы в дело не вмешались так не кстати проснувшиеся инопланетяне. Ох, Василий Иваныч, чё-то худо мне. Признаться, хватанул я вчера лишку. С горя-то. Чё, правду, делать-то теперь. Раскричался? Шо делать, шо делать? Прям как Чирышевский какой. Опозорены мы теперь, Василий Иваныч. Представляешь, приедет завтра Ильич войско проверять. Спросит, а где знамя ваше боевое? А мы чё скажем? Твоя правда, Пётр. Надо думу думать. Кто ж мог у нас из-под носа самое святое? Полотнище алое утащить. Велики это! Точно тебе говорю, Петька. Да, выходит, велики шпиона прям нам под нос заслали. Может, в отместку им в колодец соли насыпать? Пусть у них вся еда пересолена будет. А политично рассуждаешь. Слышал бы тебя, фурманов, не похвалил бы. А вот флаг вернуть надо. А может, похмелиться чуток? И уж тогда мы этих гадов и белогвардейцев, и махновцев, и даже этих, как их там, антихристов. Во-первых, не антихристов, а анархистов. А во-вторых, как сказал кто-то из классиков, хватит базарить, надо знамя с кичи вынимать. Сейчас вот быстренько Урал с тобой форсируем, да знамя-то наше и отвоюем. Так там же патруль. Вот с него-то мы и начнем. Привет, Анка! Привет! Что это ты на стороне беляков делала, а? Корова послала. И где же твоя корова? А может, ты и есть шпионка? Может, ты и знамя украла? Лучше признавайся, а то мы тебя сейчас быстро разоплачим. Какая же я шпионка? Я, между прочим, о вашем же Василии Иванович пропитание и заботчись. Всегда вам дал. Молочка, когда попросите. Ну ладно, ладно. Ты ж знаешь, я любя. Ну вы и шутник, Василий Иванович. Прям казанов какой-то. Как она вас обозвала, а, Василий Иванович? Молчи, Петька. Плохо я тебя воспитывал. Лупить почаще надо было. Ну ладно, заболтался я тут с вами. А у меня еще коровы недвольно. Ну, иди, Анка, не будем тебя задерживать. Метька, ты тоже думаешь, что и я? Нет. Куда мне до вас, Василий Иванович? Правильно, Петр. До меня тебе далеко. Ты ведь даже не знаешь, о чем я сейчас думаю. Нет, конечно. Вы же мне не сказали. А о чем вы думаете? Я думаю, как это интересно. Беляки Анку через свой пост пропустили. Как? Мост видишь? А как же? Беляков на нем видишь? А кто? Молодец. Надо же сообразительный. Я думал, не догадаешься. А что догадаешься, Василий Иванович? Что, что? Анка, ну, беляки, ну, понял? Неа. Ну ладно. Скажу тебе, недотепа. Нам под Анку замаскироваться надо. Нам? Под Анку? А как же мы вдвоем под нее замаскируемся? Замаскируемся. Как получится. В шкафу зачастую можно найти что-нибудь полезное. Или и бесполезное. С этим чемоданом Василий Иванович маленьким мальчиком приехал в Москву. А потом оттуда уехал. Путешествовал Василий Иванович много. Он был в Африке, в Израиле, на Северном полюсе. По-настоящему Василий Иванович открыл Северный полюс. Да будет врать-то, Петька. А что я вру, Василий Иванович? Вы же мне сами рассказывали. Сколько раз тебе повторять. Не был чапай в Израиле. Ну, не был. И все тут. Понял? Ну, как не понять. Понял. Здесь плавает рыбка. Ее зовут Илька. Вырастет будет акула. Будем беляками кормить, пока не кончится. Рассол приготовляется... Приготавливается... Можно приготовить... Да черт с ним. Доставай бутылку, ставь ее на стол. В общем, стол как стол. Но приятно, что собственность. Это кровать Василия Ивановича. Кроватка моя любимая. Мягкая, уютная. Прям вечно бы лежал, не вставал. Сейчас бы... Василий Иванович, ну вы же обещали. Гиря целый путь. Все время боюсь, что она на Василия Ивановича шлепнется. Нам бы таких штук сто. Всем бы показали, что значит сильная рука революции. Часы отстают с тех самых пор, как сорвалась вторая граната. После вчерашнего осталось. Жаль, что они уже пустые. Стоит тазик. Просто так стоит. Кроватка моя любимая. Мягкая, уютная. Прям вечно бы лежал, не вставал. Сейчас бы Анку сюда. Это Чапаев. Мой командир. Мой лучший друг и товарищ. Мой сенсей. Мой кумир. Мой идол. Мой Чапай. Мой... Мой... Мой Дадыр. Это я. Любимый. Не правда ли хорош? Ладно, скроен. Крепко сбит. Умен не по годам. Да еще и скромен, к тому же. Нравлюсь. Ой, что это там на дне блестит? Похоже на ключик. О! Эй! Эй! Ну и дела. С таким трудом достался нам этот маленький ключик, я чуть не пожертвовал самой необходимой частью своего тела. Ну, второй по необходимости. Ох, и достаешь же ты меня по утрам. Вот я голову-то тебе отверну. Хм. Ух, иди. Ух, иди. Ух, иди. А, уй! Ух, иди. Ах, иди. Эй! Подкова, прибитая над дверью, приносит счастье, если только на голову не грохнется Это Чапаев Табуретка — оружие пролетариата Превратился бы ты самовар в самогонный аппарат Толку было под тебя больше во сто крат Чай ты, Петька, уже стихами заговорил Василий Иванович, чайник! Сам ты чайник, Петька, сейчас по башке получишь Да я не про вас, вон же чайник в печке стоит Смотри у меня, Петька, на этот раз прощаю Русская печь Зимой на ней спится особенно хорошо Особенно, ежели с Анкой Мировой закусон Тут особенная обработка требуется Так просто грибов не покушаешь Старая, ржавая, сломанная, никчемная и никому не нужная лампа В этом сундуке Василий Иванович хранит какие-то документы Интересно было бы там как-нибудь пошуровать Но, как обычно, ключ от него куда-то запропастился Счастье в нашем деле никогда не помешает Тем более, мы же, как-никак, кавалеристы Вдруг подковать кого придется Только висит она как-то высоковато Не достать Хм Ржавая, сломанная, никчемная и никому не нужная лампа Спрашивается Нам-то она нафиг нужна Надорвешься, Петька, его сюда В шестером еле втащили Сейчас мы засунем этот огромный ключ В эту маленькую дырочку Хм А маленькой дырочке не будет больно? Сейчас проверим О, инструкция по сборке пулемета Авось пригодится За ухват надо как следует ухватиться Это чтоб горшки из печи доставать И не обжечься Ухват? Вещь, конечно, неплохая Но шашка все же вернее О, инструкция по сборке пулемета Источник Отходы деревенского быта Слушай, Василий Иванович, это же все солдаты нашей дивизии Как же они с беляками бороться будут? Как всегда боролись, так и сейчас будут Этот алкаш – своеобразная достопримечательность нашей деревни Если верить нашему доктору, в его жилах вместо крови течет спирт Жаль, что мы с Василий Ивановичем не вампиры Твоя корова мычит Была бы моя, давно бы уже на бутылку эту тварюгу сменял Это пасечник корова А может, танк ее пасет На ту сторону, через мост, возит А ты чего тут так стоишь? Охраняешь? Ты что, дурак? Попробуй выпей, сколько я Я бы посмотрел, как ты бы стоял На речке, на речке, на том бережочке Хорош петь! Чем тут сарай подпирать, пошел бы лучше, проветрился Ты мной не командовать, не на фронте Ну, не хошь как хошь Между прочим, нам вчера Фурманов хвастался, что им военторг спирт привезли Так что же вы молчали? С этого дочинать надо было Ладно, мне пора Эй, погоди! Ты куда? Ой! Василий Иванович, смотрите, что творится-то! Куда это они все пропали? Ох, Петька, и не спрашивай! Сильна все-таки у нашего народа тяга к знаниям В каком смысле, Василий Иванович? Они что, все в библиотеку смотались? Знаю я ту библиотеку! А давайте мы с вами того, плюнем на все и махнем за ними Как это плюнем? На знамя дивизии плюнем! Да я тебя сейчас так махну, неделю присесть не сможешь! Тут нужен ключ! Наша страна без серпа и молота, как корова без молока Сначала ноги вытирать заставят, а потом, глядишь, еще и руки мыть придется Знакомый плакатик Самовар – вещь первой необходимости Поэтому у нас с Василием Ивановичем самовар уже есть Да, агрегат солидный И денег там внутри, небось, вагон Рублей тысячу, наверное Ну или хотя бы сто Уж рублей пять-то наверняка Эту красивую коробку импортных папирос беляки потеряли при отступлении К сожалению, она не продается Слыхал, в Петрограде слон из зоопарка вырвался Говорят, полгорода передавил, пока из пушки его не убили Пустые бутылки украшают верхнюю полку И вселяют в сердца красноармейцев чувство уверенности в завтрашнем дне Это дедушка Ленин Говорят, он очень любит детей И красноармейцев Хм, интересно А женщин он тоже любит? Точно такой же купальник я подарил Анке Только она им почему-то совсем не пользуется Может, он ей не нравится Правда, она вообще никаким купальником не пользуется И правильно Зачем бойцу красной армии купальник? Я, например, никогда купальником не пользуюсь А вообще-то она ничего Женщина видная Коврик очень пыльный Брать его в руки не гигиенично Кроме того, он нам намек не нужен Много раз белые пытались взять Василия Ивановича Постараюсь взять себя в руки Зачем нам в доме два самовара? А вдруг мы с тобой поссоримся? Ничего страшного, Василий Иванович Тогда вы себе новый самовар купите К сожалению, они не продаются Слоники нам не нужны Это пусть вон братья-пилоты орудуют Так и порезаться недолго Я не могу взять это Взять продавщицу? Она не в моем вкусе Копилка, конечно, симпатичная Но пустая Ну уж, если купальник Анке не пригодился То мне он и подавно не нужен Логично Вы, наверное, хотели сказать Аналогично, Василий Иванович Что хотел, то и сказал Ты мне еще поучи тут Чапая Разговаривать Ну, тогда я ничего не понимаю Наш вам поклон, Мудвуазеле Славная нынче погодка Какое там славное? Духотища вон какая стоит, ага Нет ли чего для умственного развития? Ой, а ты хоть грамотный-то? Знамо дело У нас в отряде неграмотным делать нечего Есть, классики марксизма-ленинизма Оооо Это для меня самый раз На, может, поумнеешь Музыка-ленинизма Музыка-ленинизма Я не могу использовать это. Глядь, Петька, какая оригинальная конструкция получилась. Осталось только напряжение подать на обмотку и чего подать? Ох, няучь же ты у меня, Петька. Ах, это. Так это мы запросто. Это нам расплюнуть. Этот росток уругвайской кокосовой пальмы всего-навсего первый рекламный экземпляр, завезенный в нашу глушь из далекого Уругвая. Говорят, что если это чудо хорошо приживется в нашей полосе, то уругвайское правительство будет нас постоянно снабжать семенами в обмен на нашу пшеницу, с которой там у них почему-то постоянно напряженка. Дешевое и практичное вследствие передвижения. Когда я был маленьким, у меня был точно такой же. Макароны – еда итальянская. Употреблять с умом надо. Класть в рот только вдоль. Хлеб да каша – пища наша. Да, но я до него дотянуться не смогу. Я вам не итальянец – макароны жрать. Да и вообще, макароны – не мой стиль. Мой стиль – вельветовые рубашки. Брось, Петька! Совсем в детство впал! Зачем? Лучше спросить разрешение у продавщицы. Не отпустишь ли в кредит, хозяюшка? Какой там кредит? Твой кредит уж вышел давно, ага. Ну дай хоть хлебушка-батончик. Да таким батоном только свай заколачивать. Попить не найдется? Приходят всякие бойцы, надвоявленные. И все пии требуют. То ли спирт, то ли спрут, то ли спрайт какой-то. Ох уж мне этот Фурманов со своей наглядной агитацией. Попить у нас теперь только по талонам. Сам Фурманов приказал. Ага. Талон мне давайте, будет вам попить. А раз нету талона, нечего разговаривать. Прощайте, мудмуазели. Не нравятся мне эти талоны. Тыквы. Взгляд у них какой-то недобрый. Грядочка, чтобы посадить и посеять. А потом это все поливать. И зачем нам нужны эти тыквы? Не люблю я тыквенную кашу. Ох, как не люблю. На фасике разводят пчел. Кот, как кот, ничего особенного. Лежит себе, никого не трогает. Это заброшенный урий. В нем нет пчел. Пасечник Кузьмич. Простой советский крестьянин. Старый дуб с дуплом. Дупло есть дупло. Может быть там кто-то живет. Грязненькая лужица. Этот провод не просто обычный электрический провод. Это символ начала новой жизни. А именно, электрификации деревни Гадюкино. Правда, он пока протянут только до местной свалки. Но это временное явление. Я не могу взять это. Отсюда я до провода не достану. В руки он не дается. Пальцем к нему не притронусь. Кузьмич будет против. Как дела, Кузьмич? Спасибо, фигово. А что плохого-то? А у вас водки нету? А то обохмел требуется. Водки? Водки нету. Послушай, Кузьмич, а как там твои пчелы? Пчелы меняют лучше некуда. Просто звери. Меда много приносят? Меда от них нет почти. Зато от ревматизма лекарства лучше не придумаешь. Пчелы-с, от ревматизма-с, оригинальны-с. Не верьте? Конечно, нет. Ну и зря. Теща вот у меня больна была. Совсем ее ревматизм замучил. И вот услышал я как-то, что лучше пчелиных укусов Лекарства от ревматизма нету. Решил, понимаешь, на тещу своей проверить. Набрал, значит, банку целую из улья. Да и ночью сунул. Старый, прям под одеяло. Ревматизм? Да и по всей деревне кругами часа полтора со мной гонялся. А ты там пчелок-то своих не одолжишь ненадолго. Что же я их, это, кому не попать-то отдавать стану? Вот и если бы вы мне, махорочки, да по запористе принесли, вот тогда мы, глядишь, это по-другому поговорили бы. Все, Кузьмич, пора тебе с выпивкой завязывать. А то скоро вообще черти мерещатся начнут. Черти, не черти, а вот как вчера с этой ночью в нашей речке нечистый какая-то пучеглазый суетились. Это я своими глазами видел. Докладывай, как дело было. Сижу, говорит, я себе, значит, дома ужином. Старуха моя как раз в росёнка села. Ну, я, естественно, принял под это дело немножко. Немножко посидели, короче, первый сорт. Уже спать легли. Вдруг слышу, на улице худеть чего-то. Чего-то, думаю, там может худеть. Не выдержал, штаны вытянул и во двор. Слышу, худеть, как будто я донул со стороны реки. Ну так вот, это, я подкрался, я тихонечко берегу, и отдам такое. Сначала дую пожар, потом смотрю, какой там пожар. Это же река горит. А ещё чуть пригляделся и совсем даже это не горит, светится. Стою и жду, что, чего дальше будет. Вдруг вода как-нибудь загурлить. Клижу из-под воды, тварь какая-то на поверхность поднимается. Пасть зубастая, страшная, зелёная вся, да глазами ствошь утыканная. Хотел, ребят, закричать, а тут сознание изменять. Вот, как дома очутился, я не помню. Ну, истории ты рассказываешь, Кузьмите, прям жульвер. Сам ты жульвер, Петька. Не хотите, слушайте, да ещё и обзываетесь. Ну что, Кузьмич, не передумал насчёт пчёл-то? Вот и придачите мохорку, тогда и поговорим. Хорошо, хорошо, Кузьмич, будет тебе мохорка. Многовато в деревеньке мусора. Лет двести, наверное, копилось. И на камнях растут деревья. Не на камнях, Василий Иванович, а на свалках. Никогда не перебивай меня, а то навсегда тут оставлю. Гляди-ка, Василий Иванович, патрон прямо на рельсах. Не иначе пионеры резвятся. Эх, Петька, хорошая у нас всё-таки молодёжь растёт. Это рельсы. Скоро по ним пойдёт поезд. Дальше думайте сами. Насыпь слишком крутая и высокая. Так просто его не достать. Я не могу взять эту. Это рельсы. Скоро по ним пойдёт поезд. Дальше думайте сами. Прах к праху, пыль к пыли. Когда-то это было живое существо. А сейчас ни кусочка мяса не осталось. Мухи, видать, обглодали. Опасная штука. При неосторожном обращении может и током долбануть. Поэтому к трансформатору рекомендую близко не подходить. И малую нужду рядом не справлять. Голыми руками браться не рекомендуется. Интересно, куда-то ведут концы этого провода. То, что дальше не пройти, ясно и без этого знака. Дорогу-то перегородили. Как вы думаете, кто Василий Иванович? А пёс его знает. Такое дерево только ураганом свалить нужно. Все провода оборвало. Караеды, видать, подточили. У них зубы, шо бензопила. Культ управления трансформатором. Рубильники. Ключевая деталь конструкции. От правильной комбинации рубильников зависит многое. Ключевая деталь конструкции. Это замечательный кактус. Подарок мексиканских революционеров. Этот паук – отчаянный поклонник экзотических видов спорта. Его страсть – банджи-джампинг. Его мечта – как-нибудь попробовать себя в прыжках с самого высокого в мире кактуса. Да, хорош. Пропажа знамени напрочь выбила из скали даже нас с Василием Ивановичем. Чего уж говорить о рядовых красноармейцах. Для того, чтобы взять это, придется бить стекло. Да разве мы похожи на тех, кто выбивает в домах стекла? Разве что в домах кулаков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Журавль придает колорит деревенской жизни Кроме того, с его помощью можно вытаскивать воду из колодца К сожалению, в этом конкретном колодце воды нет Лампа, похожая на лампу Ильича Но не Ильича, а Анкина Сексуальный молодой человек Наверное, это пулеметчик Анка всегда хорошо выглядит И когда это она только время находит? По-моему, там за шторкой на печке кто-то есть Может, там белогвардеец? Может, там черт лысый? Может, у меня крыша поехала? По-моему, там за шторкой на печке кто-то есть Может, там белогвардеец? Не кажется ли, что она тяжеловата? На самом деле, она просто очень тяжелая Пригодятся Эти пулеметы брать не стоит Все равно не работают Анка собирала их исключительно из любви к прекрасному Лучше уж соорудим пулемет своими силами Получится, конечно, не так красиво Но зато хоть работать будет Может быть Василий Иванович, покажи-ка мне еще разок Где во время атаки должен находиться командир? Да я бы показал, Петр Только нам с тобой еще до осени в атаку ходить и ходить А у Анки последний мешок картошки остался А вот эти детали нам точно пригодятся Можно попробовать собрать из них свой пулемет Его можно было бы взять Но у нас с Василием Ивановичем уже есть стол Много картошки? Хорошо А еще больше? Лучше Это окно не в Европу Но и не в Африку Может быть, в Австралию? Самое плохое, если в Антарктиду Там ведь холодно Придется одевать шубу Или все-таки это окно в нашу родную деревню Гадюкино Стол с четырьмя ножками Можно отпилить у стола одну ножку Можно сделать это с двумя А еще лучше с тремя Ну тогда уж проще всего вообще сломать его полностью И перестать думать об этом Много раз белые пытались взять Василия Ивановича Постараюсь взять себя в руки Об этом можно только мечтать Как там у Беляхов? В сто раз хуже, чем на советской стороне Там все у них в упадке По волчьим капиталистическим законам живут В рыночной экономике Скоро мы их прижмем как следует Прижмите, прижмите, Василий Иванович Да поскорее Я и вы Весь советский народ вместе Раздавит эту буржуйскую гадину Значит так, Анка Слушай мой приказ Раздевайся Это зачем еще? Твоя одежда нужна нам, чтобы пробраться на сторону белых А что вам на стороне белых понадобилось? Военная тайна Знаю я ваши военные тайны В прошлый раз мне Петьк тоже свою военную тайну обещал показать Как корова твоя поживает? А тебе-то какое дело? Грубовато ты, Анка, отвечаешь А как с тобой по-другому-то? Ну как это? Я, как и любой настоящий красноармеец Должен заботиться о каждом живом существе На территории советской России Позаботься лучше о себе, Петр Да чего о себе? Настоящий солдат, как гринписовец Любит всякую животину Особенно, ежели с горчичкой Да под водочку Мадам, что вы делаете сегодня вечером? Мое свободное время принадлежит Красной Армии Я готова всецело погрузиться в работу Даже ночью Молодец, Анка! Спасибо, Петьк Может, зайдешь как-нибудь вечерком? Отдыхать когда? Для меня вечерняя смена как отдых А отдых как работа Вот как отдают себя революции практически целиком Учись, Петр! А как насчет в банке попариться? Я вообще-то насчет банки не очень Но от такой хорошей компании отказаться трудно Значит, договорились? Я бы с удовольствием сходила Только там, по-моему, уже занято Занято? Ну да Там, по-моему, уже давно эти, как их там, анархисты сидят А, эти? Так кто ж разве анархисты? Да если это анархисты, то я, то я, то я тогда Майк Тайсон! Во! Это кого-то сейчас, Петр, так смачно послал Алкаши они, а не анархисты Им бы только в карты дуться, да водку пьянствовать Тем более Сходили бы, да разогнали эту веселую компанию А что, Василий Иванович, исходим Как говорит Фурманов, нам это расплюнуть Вот и отлично! А прогоните их и приходите Если банька свободна, то я всегда с удовольствием До встречи! Подсолнухи обыкновенные Две штуки Эта подпорка не дает дому упасть В этом уютном домике живет наша Анка Если выбить подпорку, дом рухнет Это было бы еще полбеды Будь я уверен, что успею вовремя отскочить Ну что, Анка, как там насчет баньки? До тех пор, пока там эти алкаши сидят Я никуда не пойду Красивые подсолнухи Ароматные Семечек, небось, полно Пусть еще немного порастут Этот сток сена необычен Но только чем? Интересное кино, Василий Иванович Кто-то вместе с сеном человека упаковал Лучшее кино, Петька, это вино Несмотря на повальное пьянство Охватившее деревню Гадюкино Есть еще стойкие люди Способные накосить сено и сложить его в стога Хотя, может быть, это шпионы и диверсанты поработали Или враги народа Город, занятый белой сволочью Эх, красотища-то какая Мать, 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 мать Пень пригодный для усидки Для усидки по-русски не говорят Для седалища Для седалища тоже неправильно Для заседания Ты еще меня учить будешь? Ладно, ладно Пень для места прислонения зада Хорошо? Маленький прутик неясного предназначения Хотя для чего-нибудь он наверняка и понадобится Давай возьмем Много места не займет Только вот больно крепкий прутик попался Руками не отломать Этот мостик строил мой дедушка Для дедушки Фурманова Шутка Любимая яблоня товарища Фурманова Мичуринец Да здесь живет Фурманов А вы не догадались? Да здесь живет Фурманов А вы не догадались? Интересная конструкция Колодец бревенчатый Обыкновенный Здесь можно набрать воды Если очень сильно мучит жажда Их заготавливал запасливый товарищ Фурманов Березовые Хорошо горят, наверное Острый Таким топором дрова рубить одно удовольствие Да им не только дрова Им вообще все порубить можно Или всех Ну уж нет Хватит Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хороший топорик В хозяйстве сгодится Фурманов суровый человек Не дает ни щепки Нам не нужна старая веревка К тому же она еще и мокрая Привет, Фурманов Глуховатый чуток Привет, говорю Смотри, Петька Он, наверное, дар речи потерял После вчерашнего А, это вы, товарищ Чапаев Ты же, Фурманов, как не свой Не допил или переспал? Да я это... Чудной ты какой-то Ну, мы-то с Василием Ивановичем Положим еще задолго до революции В рядах Красной Армии состояли Каждому, кто согласился защитить Правое дело революции Выдается захваченное Буржуйское пойло С непонятным для простого Советского красноармейца Названием спрайт Чтоб бойцы знали С каким коварным врагом Они ведут войну Возьмем Халява Стиль нашей жизни Это специальное вооружение Для женских отрядов Вы ведь слышали, Василий Иванович Эти жуткие легенды Про полк девушек с веслами Говорят, они в бою Просто звери Ох, не напоминай, Петька На что я боевой командир А как представлю себе Этих баб с веслами наперевес Даже мне жутко становится Это весла Фурманова Но у него нет лодки А весла Необходимая вещь Для похода за Красным Знаменем Делаем вывод Нам они нужны больше? Совершенно верно Вот только... Послушай, Петька А не получается, что мы их воруем? Ну что вы, Василий Иванович Конечно нет Хм, ну тогда ладно Фурманов запас со всяческим оружием Если придут белые Уж мы дадим им отпор Крошка сын к отцу пришел И спросила Кроха Ленин, это хорошо? Да, сынок Неплохо Звезда буржуйской эстрады Мадонна Тайная революционерка Ее бабушка поддерживала революцию во Франции Морально Наш добрый терминатор Каждый хочет быть похожим на него Это все, что осталось после вчерашнего Элегантному человеку Элегантная мебель Ну а Фурманову Вот этот столик для приема гостей У Фурманова все стильно Даже табуретки Табуретки место здесь А не у меня в кармане Что, очень понравился? Оставь Мы еще за ним посидим, поговорим Оставь плакат на месте Петька, не балуй Это кумиры Фурманова Ленина не надо брать Он всегда живет в наших сердцах Он и тут хорошо смотрится Как дела на фронтах политподготовки? Ээээ, все идет по плану По какому плану? У нас плана и в помине нет У вас нет, а у нас есть У кого это у нас? Ой-ой-ой, я имел в виду у меня Зря ты так, Фурманов В следующий раз выражайся поточнее Значит, ты знаешь, где план достать? Нет Для боевых товарищей жалеешь Не, мне не жалко Просто нету Да ладно, явно тебя жаба задушила Почему жаба? Во-первых, жаба меня не задушила Потому что я жив Это в корне опровергает ваше утверждение Во-вторых, жаба вообще не может меня задушить Потому что она маленькое зеленое существо Питается примитивными насекомыми И чисто физически не может причинить человеку вред В виде с триангуляции План, ишь ты А похмеляться-то лучше водкой Да? Не знал Учту Ну-ну Что делать-то теперь будем? Что делать? Что делать? Ничего не делать Так, Фурманов За ничего не делать Можно и на губу посадить А как вы меня на губу посадите? Ваша губа маленькая Я на ней не удержусь И упаду Мне будет больно Вам будет неприятно А потом Сажать человека На свою губу Это же не гигиенично Для этого есть стул Скамейка Табуретка Кресло, наконец Но никак уж не на губу Наконец? Да ты что, обалдел? Ну, Фурманов, ну ты пошляк Как это ничего? А как же наша гордость? Знамя! Э-э-э, знамя, понимаете, э-э-э-э, Василий Иванович, это сделать не так-то легко, необходимому приложить значительные усилия, потенция человечества должна быть чрезвычайно высокой Ну и трипло же ты, Фурманов, сказал бы лучше, что нам теперь делать, где знамя искать? Э-э-э, знамя, наверняка это, если его похитили, наверняка подальше унесли, в общем, на той стороне ищите Да там же беляки! Во-во, беляки, они и похитили! Понятно! Ай! Смотри, солнышко на улице, а ты вон какой мрачный! Почему мрачный? Мрачный не очень хорошее слово для отображения моего внутреннего состояния Лучше было бы сказать задумчивый Нет, ты мрачный и вообще не похоже, что ты думаешь Да, не знал, учту Может, тебе опохмелиться надо? Может, надо, а может, нет Не знаю Что-то ты ничего не знаешь Я знаю очень много, но вы задаете неточные вопросы Если б вы формулировали свои мысли в более понятном для меня ключе, создавая при этом четкие и однозначные смысловые конструкции, я бы с удовольствием удовлетворил вашу потребность в знаниях Совсем упился Бывай А вообще-то она ничего А вообще-то она ничего Сначала хорошо было бы его отвязать А вообще-то она ничего А вообще-то она ничего Я не могу использовать это Я не могу использовать это Ого! А вот это мой размерчик Маловато будет, маловато А по-моему, в самый раз А это мой размерчик Обычное дерево, ничего особенного Если я все правильно понимаю, в этом сарае заперта корова Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Ну дай хоть папиросок фирменных попробовать И не проси, папиросы заморские, трофейные, для красоты стоят А выдавать никому не велено Не отпустишь ли в кредит, хозяюшка? Какой там кредит? Твой кредит уж вышел давно, ага Ну дай хоть серп, пойду пшенички накошу Серп у нас только, вместе с молотом продается По отдельности никак, ага Не отпустишь ли в кредит, хозяюшка? Какой там кредит? Твой кредит уж вышел давно, ага Ну дай хоть пальму, кокосы буду выращивать Пальму-то я вам, конечно, не дам А вот семян дать могу Сажать-то знаешь как, а? А чё там знать-то? В землю бросил и всех делов Ну-ну, тогда жди рекордного урожая Агранок Прощайте, мудвуазели КОНЕЦ КОНЕЦ Маленький росток По инструкции надо полить его молоком Тогда вырастет пальма КОНЕЦ Дорожный знак, особенно в лесу, помогает ориентации У тебя какая ориентация? Да у меня с ориентацией вроде всё нормально Ну ладно, а то я было испугался Чего? Ну, знаешь, заблудимся ещё У меня ориентация частенько подводит Пионеры юные, головы чугунные Привет, пионер! Меня зовут Павлик Павлик, говоришь? Ну-ну Наша пионерская организация, деревня Гадюкино Рада приветствовать доблестных героев гражданской войны Освобождайте нашу родину от белогвардейской сволочи А уж об остальном мы и позаботимся А фамилия твоя, случайно, не Морозов? Нет, никогда Да, у меня совершенно другая фамилия А вот у папы, то есть... Ой Такой маленький, а уже пионер? Пионер это состояние души Гордое звание пионер имеет право носить каждый достойный Независимо от возраста, пола и цвета кожи Хотите, мы и вас возьмём в пионеры? Спасибо, но мы уже коммунисты! Чем же вы тут занимаетесь? Я, то есть мы, без дела не сидим Собираем макулатуру и металлолом Помогаем в поливке и прополке огородов Выявляем вредителей и врагов народа Ловим шпионов и бездомных собак Молодцы! А как же вы отдыхаете? Отдыхаем мы, пионеры, тоже неплохо Мы занимаемся физкультурой Плаваем и купаемся Загораем Занимаемся конным и велосипедным спортом Участвуем в художественных кружках пения Стихосложения, рисования и игры на музыкальных инструментах Учим стихи и песни про великого Ленина Ну всё, всё, я понял А сейчас вы куда? Мы нашли рядом с магазином странную зелёную баночку Похожую на те, что дают преступление в Красную Армию Куда каждый из нас мечтает пойти после окончания школы Только эта баночка оказалась нам подозрительной И мы, пионеры, несем её товарищу Фурманову для опознания Молодцы, ребята! Может, нам отдадите? А мы уж отнесём, куда следует Я бы с удовольствием, но только что я ребятам скажу Что ты её потерял Пионеры никогда ничего не теряют А сейчас вы куда? Мы нашли рядом с магазином странную зелёную баночку Похожую на те, что дают преступление в Красную Армию Куда каждый из нас мечтает пойти после окончания школы Только эта баночка показалась нам подозрительной И мы, пионеры, несем её товарищу Фурманову для опознания Молодцы, ребята! Может, нам отдадите? А мы уж отнесём, куда следует Я бы с удовольствием, но только что я ребятам скажу Да что угодно! А сейчас вы куда? Мы нашли рядом с магазином странную зелёную баночку Похожую на те, что дают преступление в Красную Армию Куда каждый из нас мечтает пойти после окончания школы Только эта баночка показалась нам подозрительной И мы, пионеры, несем её товарищу Фурманову для опознания Молодцы, ребята! Может, нам отдадите? А мы уж отнесём, куда следует Я бы с удовольствием, но только что я ребятам скажу Что на тебя напали хулиганы А зачем хулиганам поддельная банка? Увидишь! Вы что, мне угрожаете? Да нет, мы тебя предупреждаем Точно! Подделка! Сейчас мы её Фурманову отнесём Вот какая должна быть настоящая банка Смотри, Павлик Смотри, Павлик Смотри, Павлик Смотри, Павлик Очень похоже на работу местного пионеротряда Да чего у нас все-таки молодежь пошла политически грамотная А баночку-то забыли Эх, молодозелена Мы, помнится, в свое время поаккуратнее работали Большой куст, за ним прятаться можно Мы с Анкой очень любим этот куст Каждый раз мимо проходим, всегда остановимся и любуемся Банка уж больно грязная Пусть стоит Не надо, там все верно написано Я бы с удовольствием, но как? Недолго им тут стоять осталось Кустик, конечно, от ничего Удобный Для чего? Да мало ли для чего Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-та Продолжение следует... Приходим, прутик, отхлещем кого-нибудь при случае Продолжение следует... 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 Этот знак чудесным образом указывает нам верную дорогу. Я не могу взять это. Я не могу понять, кто это. То ли Александр Невский, то ли Сильвестр Сталлоне. А может это старик Арни? Этот Атлант – произведение великих древних мастеров. А никому неизвестные современные варвары его поломали. Это бывшая телега деревенского старосты. Здесь могла быть ваша реклама. Кнопка маленькая, непонятная. Кнопки сделаны для того, чтобы их нажимать. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Товарищи, мир, в котором мы живем, не назовешь простым и понятным. То, что человек произошел от обезьяны, сейчас знают все. А сложнейшие вычислительные машины – синхро... 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 и будут предпринимать все более изощренные попытки повернуть к лицу истории вспять. И вот чтобы посеять раздор и смуту в душах военно-полевого состава, враг применяет весьма хитроумный и даже, я бы сказал, оригинальный маневр. Вчера под предательским покровом ночной темноты была похищена наша святыня. Пропало самое драгоценное, что есть в нашей дивизии. Наша честь, наша гордость, наше красное знамя. Но наша красная армия, наши соколы несокружимой каменной стеной встанут на пути коварного агрессора. И мы не позволим, да-да-да, товарищи, не позволим, чтобы прориски империалистов и антантовских прихлебателей. Начинай ты. Я выстрелю себе в голову за пять рублей. А я выстрелю себе в голову за четыре рубля. Ну тогда я за три. Тогда я выстрелю себе в голову за два. Стреляй, твоя очередь. Вот мужик умный, все газеты читает. Солдаты играются с пистолетом. Пистолет по Фрейду – фаллический символ. Соответственно, у солдат фаллократическое мышление и мужской гендерный тип поведения. Для солдата это норма. Гусяна зря на лекцию принесла. Хотя, может быть, и просто оставить его не с кем. Тихо, чипай, спать будет. Егор Савельич Моржов всегда одевается только в черное. Как вы, наверное, уже догадались, он действительно бывший чекист. Но черное он носит совершенно по другой причине. За последний год его многочисленные друзья, областные чекисты, повадились навещать его с целью основательно раскулачить винные погреба местных кулаков. Кулаки терпели все издевательства. Но когда среди милых гостей пошли разговоры о том, какая все-таки замечательная деревенька – это Гадюкино. И как хорошо было бы им остаться в Гадюкино насовсем, тут их терпению пришел конец. В результате они действительно остались в Гадюкино насовсем. А Моржов остался в живых только потому, что был одет в свой любимейший черный плащ. В потемках его перепутали с местным попом и, естественно, отпустили. Это старый Пантелеймоныч. По-моему, он тоже был связан с ЧК. Но я не уверен. Афанасий – бывший работник ВЧК. Бывший друг чекиста Моржова. Теперь труп. Жертва жестокой кулацкой расправы. Дизайнеры придумали из колонны сделать печь. И удобно, и тепло, и красиво. В стиле социалистического бардака. Наш уважаемый доктор-лектор ежедневно знакомит всех желающих с преимуществами коммунистического строя над любым другим, существующим на Земле. Особенно над капиталистическим. Наши грачи, родные воробьи. Наши грачи, родные воробьи. Чтобы они не чликли по свету. И удачу, уважаешь грунчика. Сбачки, пикаркет, уважаешь грунчика. Как игра? Игра, как игра. Как игра? Игра игр или игр игра? Что наша жизнь? Игра? Ну ты прогрузил, парень. Кто побеждает? Побеждает смерть, дружок. И нет нигде спасения на Земле? Не только на Земле. Спасения нет и выше. Спасения нет? Во что же тогда верить? Великий Ленин! Вот твое спасение. Ой, ребята! Чего это вы делаете-то? Не видишь, что ли? В рулетку играем. А кто вам разрешил? Ленин. Ленин всегда был против азартных игр. Эта игра не азартная. Она успокаивает, расслабляет, понижает мышечный тонус. А ты не хочешь? Не играй. Ну почему же? Я с удовольствием. Тогда твоя очередь стрелять. И не подумаю. Стрелять в чекиста Моржова? Заметьте, не я это предложил. По-моему, я немного опоздал. Пантелей Молыч, добрейший старикан. Мухи не обидит. Серьезно. Да и как он ее обидит? Он ведь слепой, глухой. Еще и парализованный весь. Я стрелять во все подряд не намерен. Нет. Да вы что? Да меня же за такое. Под трибунал. Это в лучшем случае. А в худшем? Нет, нет. И думать забудьте. Поднять руку на Чапаева? И не мечтайте. Я стрелять во все подряд не намерен. Я стрелять во все подряд не намерен. Ой, по-моему, мы что-то напутали. Василий Иванович, а вы уверены, что это у нас инструкция по сборке именно пулемета? Не знаю, Петька. У меня в сундуке много всякого хлама скопилось. Ну да ладно, авось тоже пригодится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если взять статую, то тогда крыша точно съедет. Много раз белые пытались взять Василия Ивановича. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Обещал пчелами поделиться? Выполняй. Да, нехорошо будет, если обманешь. Да я... Да я... Да как же я могу? Да я вам этих пчел хоть в вагон отдам. Только вы принесите чего-нибудь в горло и промочите. И пчелы ваши. Ну мы же договаривались. Ну мы же договаривались. Подумаешь, договаривались. Что я вам пчел не дам? Да и сколько угодно. Только вот, понимаешь, выпить больно охотно. Ладно уж, пойдем, поищем. Но если уж опять обманешь... Вы несите, несите. Будут вам ваши пчелы. Ну, где наши пчелы? Ну, это подождите. Подождите, чуток. Ну-ка, развеселите меня теперь. Василий Иванович, он что, издевается? Спокойно, Петька. Расскажи-ка ему анекдоты в пару. А может, все-таки зарубим? Зарубить мы его всегда успеем. Рубил уже Петр свои анекдоты. Пусть старичок порадуется. Пасечники падали из окна. Долго падали. А Петька с Василием Ивановичем за этим наблюдали. Потом им это надоело. Они повернулись и ушли. Ах, ха-ха-ха-ха-ха! Ах, ой, уморил! Ха-ха-ха! Кидай! А еще-то можешь! Василий Иванович очень любил пасечников. И в Тетрис тоже играть любил. Бывало, наберет пасечников, эдак, десятка-два, поставит у оврага и давай командовать. Правую руку вверх, прыгай! Левую ногу вперед, прыгай! Так бывало, целые дни проводил. Ха-ха! Странные чего-то у тебя шуточки, Петр? А ну давай еще! Сидят, выпивают Василий Иванович, Петька и пасечник. Разливают пасечник, наливают себе стакан, Василий Ивановичу стакан, а Петьке полстакана. Откупорили вторую бутылку. Снова пасечнику стакан, Василий Ивановичу стакан, а Петьке полстакана. Василий Иванович не выдержал. Что ж ты, пасечник, небось не первый раз бутылку разливает. Пора бы и руку набить. И тут Петька говорит, да что руку, ему бы морду давно пора набить. Ну, это вы, конечно, и того. Злые вы, уйду я от вас. Бедный Кузьмич, теперь я точно знаю, что значит выражение «мертвецкий пьян». Ну и что нам с ним теперь делать? Карманы, если только обшарить. Ух ты! Смотри, Василий Иванович, тут шифр какой-то. Улий явно действующий. Пчел-то в нем полно. Вот только голыми руками их оттуда не вытащить. Шифр какой-то. Об fusень стукных пьяных. Отлично! Вот теперь мы готовы к проведению сеанса пчелотерапии Нам дырявое ведро не нужно Насыпь слишком крутая и высокая, так просто его не достать Субтитры делал DimaTorzok То, что дальше не пройти, ясно и без этого знака Дорогу-то перегородили Как вы думаете, кто Василий Иванович? А пес его знает Такое дерево, только ураганом свалить можно Все провода оборвало Караеды, видать, бахтачили У них зубы, что бензопила Прах к праху, пыль к пыли Когда-то это было живое существо А сейчас ни кусочка мяса не осталось Мухи, видать, обглодали О, череп, кем был ты в жизни? Электриком Василий Иванович, а у мертвецов волосы растут? Конечно, растут, Петь Значит, этот череп был изнан при жизни? Нет, Петька Это с него индейцы скальп сняли Опасная штука При неосторожном обращении Может и током долбануть Поэтому к трансформатору Рекомендую близко не подходить И малую нужду рядом не справлять Никто никогда не был в этом доме Возможно, там живут привидения Голыми руками браться не рекомендуется Интересно, куда-то ведут концы этого провода Тааак Тааак Это Чапаев Это я Чего тебе, Петька? Раз Ну? Раз-раз Раз-два-три Да? Проверка Что ты хотел спросить? А я еще и петь умею Не до разговоров сейчас Сейчас спою Что-то я сегодня не в голосе Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Василий Иванович У меня идея Давайте сделаем так, как я однажды видел в учебнике физики Кадай, ты видел учебник физики? Тебя же из школы выгнали во втором классе Да какая разница? Я же говорю, у меня идея Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тааак... Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сейф не открою даже с шифром. Лучше отдать его Василию Ивановичу. Смотри, Василий Иванович, на бумажке написано вправо 45, потом опять вправо 45, потом опять. И, наконец, вправо 45. Странный шифр для сейфа. Да и крутить не за что. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как бы нам его вскрыть, а, Василий Иванович? Тут система хитрая. Без шифра не вскроешь. А где ж мы этот шифр возьмем? Где-где? На бороде. Значит, шифр, говоришь? Ну-ка, посмотрим. Так, 45, еще 45, опять 45. Что-то Петька мудрено уж больно. Ну да бог с ним. Эх, разудись, плечо! Петька мудрено уж больно. Он нам пригодится. Что-нибудь да откроем. Субтитры сделал DimaTorzok СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ай да, Петька! Ай да сообразительный молодой человек! Ага. Смотрите, как разбежались-то, Василий Иванович! Молодец, Петька! Хвалю! Ширма! Смешная вещь! С одной стороны видно, а с другой нет. Какая ж банька без веников? Афинская. Афинская? Это у этих угреков, что ли? Да нет, у финнов. А-а-а, у этих. Так тоже разве баня? Так баловство одно. Так в том-то и смысл. Через эту маленькую дверцу пролезут только мелко нарубленные дрова. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ой, Василий Иванович, чего ж я наделал? Как же мы теперь Урал-то переплывем? Да ладно, Петр, не переживай. Чего-нибудь придумаем. А так хоть дровишки на зиму будут. Субтитры сделал DimaTorzok Мне их поджечь нечем. Может, лучше Василия Ивановича попросить? Что ты хочешь? У него что? Я думал, что ты делал DimaTorzok Ну да. Я же делал о том, что... В самом конце уже почти доиграл. Василий Иванович, огоньку не найдется? Это мы мигом. И все нас мало. Это я по второму разу. Я пузырь, если что-то... Весפר сделал DimaTorzok ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Окошко такое маленькое и так высоко расположено, чтобы мальчишки не заглядывали. На столе остатки затяжной попойки. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 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 Экая махина! Прям-таки не замок, а замочище! ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Что за дверь такая странная? Для ворот маловато, для двери великовато. Какой замок такая и дверка! ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Мда-а-а, печальное зрелище. Бедненькая корова. Совсем Кузьмич ее забросил. Если ее не покормить, она долго не протянет. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Совсем другое дело. Такую корову можно и подоить. Правда, Василий Иванович? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Я ее доить не буду. Не мужское это дело, корову доить. А вдруг она меня съест? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА А во что я ее, по-твоему, доить буду? За пазуху! Отойди-ка, Петька. Сейчас покажу тебе, как это делают настоящие мужчины. Мда-а-а, кажется, перестарались. Кажется, перестарались. Самую малость. Однако, одна шкура осталась. Не, Василий Иванович, я теперь и пальцем ее не коснусь. Вам надо, выберите. Бери сам, Петька. Да ладно вам, Василий Иванович. Я шучу. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Маловато будет, и плодов нет, что за дела? Ладно, подождем, погуляем, может еще подрастет Что-то черное, волосатое, страшное и непонятное Не знаю, как вы, но лично я совать туда руку не собираюсь Так Так Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Василий Иванович, а может лучше я один с Анкой поговорю? Это почему еще? Просто По-моему, у меня уговорить Анку лучше получится, если я один буду Не понял Ты чего, Петро, на что-то намекаешь, что ли? Вот именно Ты это брось За такие намеки и по зубам получить можно Да упаси господи В смысле, никак нет, Василий Иванович Я чего говорю-то? Пошли бы, Василий Иванович Прогулялись чуток, проветрились бы А я пока, Канки, буквально на минуточку А, вот так бы сразу и сказал А то ходишь вокруг да около Да я мигом А вот и я Слушай, Петька, я тут подумала Хочешь большой, но чистой любви А кто ж ее не хочет? Ну, тогда приходи сегодня в баню Придешь? Отчего ж не прийти? Приду Только уж и ты к нам приходи К кому это к нам? Ну, к нам, с Василием Ивановичем А зачем нам Чапай? Не, нам Чапай не нужен Что я, лошадь, что ли? Да ну тебе, я серьезно Ну, куда я его дену? Не знаю Думай Жди меня в бане И думай Ну, что, Петька, уговорил? А как же, Василий Иванович? Я ж говорил Это дело тонкое Только, Василий Иванович Можно я один пойду? Ну, все, с меня хватит Это, Петька, просто не по-красноармейски У вас там с Анкой какие-то шуры-муры А мне тут под окнами гулять Так я ж не корысти ради А я что, из любопытства, по-твоему, тут под окнами слоняюсь? Нам знамя надо спасать А вы тут неизвестно что развели Да я разве против? Я ж сразу так и сказал Пойдемте, говорю, Василий Иванович В баню Алку дожидаться Субтитры сделал DimaTorzok Василий Иванович Может, пойдете, погуляете еще чуток? Воздухом свежим подышите Ты что, Петр, опять на что-то намекаешь? Да, намекаю Гляди, Петька, допрыгайся ты у меня Да ладно вам, Василий Иванович Я шучу Василий Иванович, а вы случайно газ на кухне не забыли выключить? Газ? На кухне? Не помню Точно, не выключил Вот и ходи после этого с вами в разведку Ну ты, Петька, мертвого достанешь Я-то, конечно, сбегаю Я проверю Но если все-таки выключил Ты у меня, Петька, это надолго запомнишь А вот и я Заходи, Анка Кстати, ты случайно Василия Ивановича не встретила? Это он меня Встретил Летел куда-то, как угорелый Что у него стряслось-то? Как угорелый, говоришь? Понятия не имею Ну и ладненько Давай лучше париться Только сначала я пойду А ты не подглядывай Бега-беда 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 Слышь, Петька, вот дела-то творятся, не поверишь. Прибегаю я домой, как раз газ хочу посмотреть. А плиты-то и нету, пригляделся, и кухни нету, а еще пригляделся, и дом-то у нас ненастоящий. Да, а что это у вас тут происходит? Да вон, одежда Анкина висит. Ну так бери ее и пошли от С-2. У-у-у! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я не могу использовать это Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, уже лучше Только... Про грудь-то мы забыли, Василий Иванович Да, у Анки грудь знатная Девушки отдыхают... Вот это да! Чудо природы! Да ладно, так уж и чудо! Жаль только, что она не карликовая Вон как далеко кокосы Как доставать будем? Залезть туда не удастся Очень уж ствол гладкий Да я и сам вижу, что гладкий И что делать? Нужно чем-нибудь сбить Походим, что-нибудь найдем Не нравятся мне эти тыквы Взгляд у них какой-то недобрый Вот и выросла пальма урухвайская Красота-то какая! Вот нарядим на Новый год Будем хороводы водить Куда поведем-то? Кого поведем? Сам же говоришь, хороводы! Василий Иванович, вы что Никогда хороводы не водили? Никуда я никого не водил Ну разве что, иногда насеновал кое-кого В общем, кого придется А, тогда понятно Хороши кокосы, да висят высоко А попугай-то уже успел и гнездышко свить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это Чапаев Это я Субтитры создавал DimaTorzok Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе О endeavor по продавал DimaTorzok О, вы б хоть папироску выбросили Со мной Привет, солдатики, как дела? Я это, коровенку вот пасти Ты это видел, а? Что это, а? Нет, ты это видел, а? Атака педиков и зоофилов Эй, вы куда? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Субтитры создавал DimaTorzok